Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Участились случаи, когда продавец просит покупателя перевести деньги по номеру телефона, либо на банковскую карту. Об особенностях и нововведениях налогообложения в сюжетах нашего корреспондента. Очень сильно испугалась, потому что врачи у меня в моем городе, я из другого города, отговаривали и призывали сделать аборт. Люберецкие врачи спасли новорожденных с редкой патологией. У меня дома две полки книг есть, и я много читаю. У люберецких школьников появилась возможность окунуться в мир книг. Правила такие, что чем больше ты набросаешь, чем ты правильнее наловишь, тем ты больше получишь оценку. В городском округе прошли соревнования по художественной гимнастике. За ними следил Александр Колганов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. На минувшей неделе за помощью в полицию жители округа обращались 1750 раз. Возбуждено 26 уголовных дел, 24 раскрыто по горячим следам. Было несколько сообщений о минировании. Одно из них по адресу Кирова, 9. Из многоквартирного дома эвакуировали 110 человек, в том числе 32 ребенка. Стук был сильный в дверь. Я спросила, кто милиция. Я говорю, что случилось? Выходите, документы собирайте. Дом заминирован. Все, мы вышли. Также оперативные службы отработали сообщения о минировании учебных заведений. Все они оказались сложными. За место сотрудников федеральной службы ФСБ. Другими службами все было отработано. Вопросов нет. Влечный состав продолжает внести службу. Усильный вариант внести службу. За семь предыдущих дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило больше 10 тысяч обращений. Почти три тысячи раза жители округа звонили по телефону 03. Было шесть выездов на ДТП, семь пострадавших, погибших в мире. Доезд на ДТП до 20 минут. 100% случаев. Фактическое количество бригад 25. Среднее нагрузка на бригаду 12 800. Трем многодетным люберецким семьям вручили документы на земельные участки. Данная работа в городском округе ведется в рамках исполнения поручений правительства страны и губернатора Московской области. В настоящее время на учете в городском округе состоит 1347 многодетных семьи. Из них 657 семьи или 49% мы уже обеспечили земельными участками. До конца года документы на земельные участки получат еще 357 многодетных люберецких семей. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На одно ЖО больше в Люберцах, на месте, где раньше располагалась люберецкая управляющая компания, открыли обновленный офис. Сменилось и название. Теперь это ЖО-9, которое входит в структуру АО ЛГЖТ. Мой коллега Григорий Ворванин побывал на открытии. Этот момент можно смело назвать историческим. Около года прошло с момента слияния ЛГЖТ и Люберецкой управляющей компанией. И вот на месте старого открылся обновленный офис. А в структуре городского жилищного треста образована еще одна ЖО. Оно получило порядковый номер 9. Сегодня хорошее, сильное помещение. Абсолютно комфортная обстановка. Все создано для того, чтобы люди могли работать. А жители приходить. Тем более здесь более 14 тысяч жителей проживает именно в домах, которые будут обслуживать ЛГЖТ или 9-е ЖО. Поэтому я думаю, что жителям будет комфортно. И те, кто будет здесь работать, тоже комфортно. Название новое, функционал прежний. Обслуживание населения, помощь в решении возникающих коммунальных проблем. Как отметила начальник ЖО-9 Татьяна Екатеринчева, с этим все 23 специалиста справятся. Каждый работает в этой сфере не первый год. Коллектив сформированный, коллектив уже давно работает. И в Луке они работали. Сейчас они перешли в АО ЛГЖТ. Поэтому люди, своих техников смотрителей, жители знают. Заявки от жителей будут принимать в основном по телефону или в электронном виде. Можно прийти лично. Первых посетителей в новом офисе ЖО обслужили сразу же после его открытия. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах приступили к замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Это часть региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2021 год. Наша съемочная группа побывала в доме, где уже пользуются новым грузоподъемником. Дом номер 68 по улице 3-е почтовое отделение построен 28 лет назад. В этом году 17-этажная высотка попала в план капитального ремонта. По возрасту ей положена замена лифтового оборудования. Лифты, которые отслужили 25 лет, их надо менять. Через год, наверное, мы выйдем уже ко всем домам, ко всем лифтам, которые отслужили 25 лет. В течение месяца в этом доме завершится замена пассажирских лифтов. А пока жители многоэтажки пользуются грузовыми. В их качестве и надежности убедился глава-люберец Владимир Ружицкий. Мы, как правило, эти вопросы решаем, советуемся с управляющими компаниями. Мы всегда очень внимательно смотрим, что происходит в социальных сетях в плане работы лифтов и жалоб жителей. А потом отрабатываем с фондом капитального ремонта Московской области. В этом году новыми лифтами обзаведутся 24 МКД. В домах городского округа заменят 87 подъемников. На сегодняшний день завершена первая очередь работ. 22 единицы лифтового оборудования уже в строю. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Время платить. В округе стартовала кампания по привлечению физических лиц к предоставлению налоговых деклараций и льгот. Об особенностях и нововведениях при подаче отчетности в новом году в сюжете Александра Колганова. Декларацию по форме 3 НДФЛ обязаны предоставить все, кто в 2020 продал имущество, находящееся в собственности менее пяти лет. Такая же обязанность распространяется и на получивших в прошлом году иной доход, с которого не был удержан налог. Предельный срок 30 апреля распространяется исключительно на тех физических лиц, кто должен задекларировать доход. Если вы физическое лицо, которое пользуетесь вычетом имущественным или социальным, то на вас срок предельный представления отчетности не распространяется. Вы можете представить в любое время в течение налогового периода. Чтобы осенью получить актуальное и верно посчитанное уведомление, перед подачей декларации налогоплательщики должны проверить свои льготы. В первую очередь это касается пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В этом году для жителей Подмосковья стало доступно еще одно налоговое послабление. Связано это было с тем, что мы живем в сложных сейчас условиях. И вот губернаторам было принято решение о том, чтобы издать закон, который гласит, что если вы впервые приобретаете на территории Московской области имущество, вы имеете право два года пользоваться льготой по транспортному налогу. Первый год 100%, второй год 50%. Если налогоплательщик пользовался льготой в прошлых отчетных периодах, ведомство автоматически учтет это и при расчетах в новом году. Полный перечень всех налоговых льгот доступен на сайте налог.ру. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Обеспечить защиту прав потребителей услуг общепита и вывести из тени данную сферу бизнеса. Такие задачи у нового отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание». Его реализация стартовала в январе этого года. Подробнее о компании в репортаже моих коллег. На территории, которую курирует 17-я межрайонная налоговая инспекция, деятельность по оказанию услуг общественного питания осуществляют более 300 налогоплательщиков. Большая часть из них – индивидуальные предприниматели. Некоторые ведут дела не совсем честно. Ежегодно из-за таких бизнесменов казна недополучает до 30% средств. Участились случаи, когда продавец просит покупателя перевести деньги по номеру телефона либо на банковскую карту. И в этой связи инспекция использует в своей работе рискориентированный подход и включает в план проверок только налогоплательщиков, так сказать, недобросовестных. В рамках проекта налоговые органы ориентируются и на общественный контроль, поучаствовать в выявлении недобросовестных налогоплательщиков, которые не отражают выручку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, может любой клиент заведения. Кассовый чек можно двумя способами проверить. Посредством сервиса проверка чека. Первый способ – это путем сканирования QR-кода. И второй – путем введения платежных реквизитов вручную. И в случае обнаружения недостатков, недочетов чека некорректного обратиться в инспекцию и сообщить об этом. С 1 июля этого года закон обязует использовать контрольно-кассовую технику всех индивидуальных предпринимателей, даже тех, кто работает без наемных сотрудников и реализует товары собственного производства. Результатом отраслевого проекта должно стать увеличение выручки и, как следствие, повышение доходов бюджета. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Чистота – залог успешной торговли. Обильные снегопады требуют от бизнесменов повышенного внимания к поддержанию чистоты своих торговых объектов. Представители администрации округа и Госадомтехнадзора проверили, как магазины соблюдают требования по уборке территории. В течение четырех часов после того, как снегопад начался, нужно уже проводить антигололедные мероприятия. Но такие правила соблюдают далеко не все владельцы объектов торговли. Убранная от снега прилегающая территория – не только обеспечение безопасности, но и поддержание хорошего уровня сервиса для покупателей. Для тех, кто пренебрегает исполнением своих обязанностей, законом предусмотрены штрафы. На индивидуальных предпринимателей от 5 до 20 тысяч, на юридических лиц от 15 до 70 тысяч. То есть, как правило, достаточно одного штрафа, чтобы в дальнейшем объект был образцово-показательным и, соответственно, большие штрафы очень быстро стимулируют к тому, чтобы территорию, прилегающую, содержать в надлежащем состоянии. Зона ответственности – 5 метров по периметру здания. От снега и мусора необходимо очищать площадку перед входом в магазин, прилегающие к нему лестницы, ступеньки, а также парковку. Собственники торговых центров с уборкой территории зачастую справляются лучше, чем владельцы небольших павильонов. У нас в штате находятся сотрудники, которые ежедневно, каждое утро занимаются уборкой территории. Плюс в зимний период, когда выпадает снег, необходимость. То есть мы привлекаем на договорной основе технику и также дополнительных людей. По итогам рейда на улице 3-е почтовое отделение выявили одного нарушителя. Представители администрации округа и инспекторы госадмтехнадзора пообещали. В следующий раз вместо профилактической беседы организаторам торговли выпишут штраф. Мы сегодня совместными усилиями еще раз прошли несколько объектов, указали на недостатки, увидели как положительные примеры, так и отрицательные. Дальше системная работа, конечно, будет продолжаться. За прошедшую неделю сотрудники госадмтехнадзора зафиксировали в Люберцах более 25 нарушений. За несвоевременную уборку территории бизнесменам выписали штрафы на общую сумму более 170 тысяч рублей. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Одна карта на все случаи жизни. С 1 февраля на маршрутах Московской области заработала тройка. Теперь жители столичного региона могут пользоваться ею как в московском транспорте, так и на территории Подмосковья. Проект стартовал в 53 городских округах. Люберцы оказались в их числе. Транспортное пространство Москвы и Подмосковья объединяется. Отныне жители столичного региона могут оплачивать проезд на общественном транспорте картой тройка. Пока услуга доступна только пассажирам городских маршрутов «Мострансавта». Уже пользуются. У нас висят стикеры, по которым можно узнать, что в этом автобусе можно проехать по карте тройка. В Люберцах тройка принимается на семи маршрутах. Это не только удобный, но и экономный способ оплаты проезда. Стоимость поездки в черте городского округа по карте составляет 37 рублей. Карта тройка даёт преимущество пассажирам в том, что пассажиру не надо приобретать несколько карт. Он по одной карте передвигается по территории Московской области, по территории города Москвы на всех видах транспорта. Следующий этап запуска – возможность оплаты карта и тройка на остальных маршрутах «Мострансавта». В дальнейшем услуга станет доступной на всех, без исключения маршрутах Подмосковья. 25 обращений в день. Уже больше трёх месяцев в городском округе Люберцы открыт Центр помощи при ДТП. За это время квалифицированную помощь получили несколько тысяч водителей. За почти четыре месяца работы Люберецкий Центр помощи при ДТП доказал свою эффективность. Здесь помогли оформить протоколы более чем на две с половиной тысячи дорожной аварии. «Наш сотрудник оказывает помощь в оформлении европротокола, заполнении извещения по процедуре европротокола, консультирует по всем сопутствующим вопросам». А вот если у участников аварии возникла спорная ситуация, не определён виновник ДТП или же есть разногласия по сумме ущерба, тогда в дело вмешивается инспектор ГИБДД. Он также находится в Центре помощи. По данным статистики, с середины октября прошлого года до начала февраля 2021 лишь 26% от общего количества дорожных аварий были оформлены инспекторами непосредственно на месте ДТП. Остальные 74% в этом центре. «У нас движение запредельно интенсивное, у нас трафик огромен. И понятно, что когда происходит авария, то сотрудник ГИБДД выходит и на месте, оформляет протокол, что-то фиксирует. И в это время не занимается безопасностью дорожного движения, то мы освободили наших сотрудников полиции, которые сегодня реально занимаются дорожным движением, безопасностью дорожного движения». Зона обслуживания Люберецкого центра внушительная. Помимо городского округа Люберцы входит территория Лыткаринского поселения Якотельников. Работает Центр помощи при ДТП ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рейд по профилактике травматизма на железнодорожных путях прошел в городском округе. Сотрудники административно-пассажирской инспекции, полиции, администрации, а также волонтеры и народные дружинники провели с жителями разъяснительные беседы. На этот раз место встречи – несанкционированный переход недалеко от станции Ухтомская. Буквально месяц назад сотрудники РЖД закрыли опасный доступ к железной дороге. Сейчас картина снова та же. Небезопасный проход открытый, им охотно пользуются люди. Знаете, что происходит административное правонарушение? Знаю, но я боюсь, что здесь на мост. Там скользко, он не чищен. А вы не боитесь, что вы попадете в подкидку? Я смотрю по сторонам. Первый раз предупреждение – в следующий штраф. На сегодняшний день он составляет 100 рублей. Сумма незначительная и вряд ли может напугать нарушителей. А вот статистика смертельных случаев на этом участке заставляет задуматься. Здесь часто имеют случаи смертельного травмирования, к сожалению. Люди невнимательные. Ходят, наверное, скорее всего, в наушниках, в капюшонах. Перед Новым годом, буквально за месяц, только за декабрь месяц, четыре случаи таких было. И сейчас, в нынешнем году, уже два случая смертельного травмирования на этом участке. В ближайшие дни народную тропу закроют. Но в то время как одни незаконные переходы ликвидируют, на смену им приходят новые. От станции Ухтомская до станции Люберцы. Четыре таких опасных участка. Луиза Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Защититься от коронавируса стало еще проще. В торговом центре Арвита открылся новый стационарный пункт вакцинации. Сделать бесплатную прививку могут все желающие от 18 лет и старше. Подробности у моей коллеги Луизы Игия-Зарян. Егор Балакшин – волонтер со стажем. Занимается добровольческой деятельностью более пяти лет. Последний год стал для молодого человека испытанием на прочность. Пандемия не только прибавила работы, но и научила ответственно относиться к здоровью. Этот жизненный урок привел волонтера в пункт вакцинации от COVID-19. Мы видели за этот год очень много людей, которым нужно было доставлять продукты, льготные лекарства. Если в первую волну еще все сидели дома, и нам было интересно, честно говоря, этим заниматься, помощью и так далее, то сейчас мы вынуждены и учиться, и работать, и при этом еще и помогать другим. И, конечно же, нам хочется, чтобы и нагрузка с медиков спала, и в том числе и нагрузка с волонтеров спала. И мы воспринимаем вакцинацию как, наверное, последний этап борьбы с коронавирусной инфекцией. Новый прививочный пункт появился в торговом центре «Орбита». Здесь отметили наибольшую проходимость людей во время работы мобильного комплекса. Теперь пройти вакцинацию можно каждый день, кроме воскресенья с 10 до 20.00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. На первом этаже происходит оформление информированного согласия. Пациента записывают в реестр государственный, соответственно. Потом волонтеры провожают его на третий этаж на осмотр терапевта. И после осмотра терапевта мы производим вакцинацию. Затем выдается сертификат и памятка, как действовать в дальнейшем. С начала прививочной кампании от COVID-19 в Люберецкую областную больницу поступило более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Более 4 тысяч человек уже прошли первый этап вакцинации. Вакцина сегодня доступна. У нас сегодня, слава богу, нет проблем с вакциной. Вакцины у нас столько, сколько будет востребовано. Пунктов вакцинации в городском округе тоже достаточно. В настоящее время на базе поликлиник Люберецкой областной больницы открыто 8 кабинетов вакцинации. Записаться можно по номеру 122 через портал госуслуги или в МФЦ. Мы должны вакцинировать в Люберцах более 151 тысячи человек. То есть это 60% от всего взрослого населения 18+. Для удобства жителей у торговых центров работает специальный мобильный комплекс. Запись на вакцинацию в выездном пункте не требуется. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил новый стационарный пункт вакцинации от COVID-19, который открылся 2 февраля на базе торгового центра «Орбита». Он ознакомился с работой прививочного пункта, осмотрел процедурные кабинеты, а также пообщался с волонтерами и врачами. По словам министра, от жителей Люберец поступает большое количество обращений, связанных с доступностью вакцинации в городском округе. Конечно же, люди в большинстве встаем, спрашивают, где можно сделать подобную прививку от коронавирусной инфекции. И сейчас на территории городского округа развернуто 8 стационарных пунктов. Это в наших поликлиниках. Также открылся здесь, в торговом центре, стационарный пункт. Я приглашаю всех, кто имеет такие планы, прийти. Здесь все достаточно достойно, очень быстро можно получить консультацию у врача и сделать вакцину. Роман Терюшков добавил, что в ближайшее время такой стационарный пункт вакцинации откроется в торговом центре Светофор. Кроме того, для удобства жителей на территории округа работают выездные мобильные комплексы. Чтобы сделать прививку, не необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медикам и посетителям пункта вакцинации оказывает помощь волонтерский штаб Единой России городского округа Люберцы. Всемирный день борьбы против рака. Онкология по-прежнему одна из ведущих причин смерти во всем мире. Но опасный недуг не всегда приговор. Его возможно победить, если получать своевременное и правильное лечение. Врачи Люберецкой областной больницы подтвердили это. На операционном столе женщина, которая находилась в особой зоне риска развития рака молочной железы. Одна из причин – наследственная предрасположенность. В поле зрения онколога воно более трех лет. На последнем УЗИ у пациентки обнаружили уплотнение в правой и в левой груди. В одной молочной железе, в левой, есть подозрение на то, что может быть атипия. Поэтому после того, как мы препарат извлечем, мы отправим его на исследование. В течение часа нам дадут ответ. Да или нет. Мы очень надеемся, что будет нет, что образование окажется доброкачественным. От результатов исследования зависят дальнейшие шаги медиков. В любом случае, помочь готовы. Отделение оснащено всем необходимым и командой профессионалов и современным оборудованием. В прошлом году онкологическая служба городского округа значительно обогатилась в материально-техническом плане. И это позволит ей развиваться дальше. На базе Люберецкой областной больницы будет развернут центр онкологических компетенций. Это значит, что на базе одного лечебного учреждения будет оказываться весь спектр диагностической и лечебной помощи больным онкологического профиля. И самое главное, будет развернута новая структура на базе поликлинического отделения номер 6. Это центр амбулаторно-онкологической помощи. Новое подразделение будет заниматься диагностикой онкологических заболеваний на более высоком уровне. Оно позволит выявлять злокачественное образование на начальной стадии. А это, в свою очередь, повысит шансы на успешное лечение. Раз в год всем надо проходить диспансеризацию для того, чтобы была возможность у врачей первичного звена сразу выявить группы риска, соответственно, уже прицельно обследовать на выявление той или иной патологии. В 2020 году в онкологическое отделение Люберецкой областной больницы поступило более 2000 пациентов. Галина Печерская одна из них. Женщина попала сюда в сентябре. Сейчас раз в месяц приходит на процедуры. Теперь она знает, в борьбе с раком главное одно. Верить в жизнь, надеяться на лучшее. Когда меня сюда привезли, я вообще ничего уже не кушала. Меня поддерживали здесь перед операцией для того, чтобы провести операцию. Сделали операцию мне. Все прошло замечательно. Всемирный день борьбы против рака – это еще одна дата, которая призывает бережнее относиться к собственному здоровью. А кому пришлось столкнуться с опасным диагнозом, напомнить, что в этой борьбе они не одни. Сразу с двумя случаями редкой патологии столкнулись сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства. Накануне Нового года в Люберецком роддоме появились на свет девочки с опасным нарушением развития – гастрошизисом. Врачам удалось прооперировать новорожденных и спасти им жизни. Наша съемочная группа познакомилась с маленькими пациентками и их мамами. Очень сильно испугалась, потому что врачи меня в моем городе, я из другого города, отговаривали и призывали сделать аборт. Своих врачей жительница электростали не послушалась, обратилась за помощью к люберецким специалистам. Здесь молодую маму обрадовали. Диагноз гастрошизис – не приговор. Сразу после рождения девочки с необычным именем Милабель сделали операцию. Теперь, спустя месяц, ее вместе с мамой выписывают домой. Слезы счастья у нас. А маленькая Света родилась 29 декабря. В первые минуты жизни она попала в руки неонатального хирурга. Причина та же – врожденный дефект брюшной стенки, из-за которого кишечник ребенка был наружу. Прогноз благоприятный. Никаких последствий не должно у нас появиться. Каких-то негативных. Перед тем, как отпустить домой своих пациенток, детский хирург Николай Щапов еще раз убедился, что с их здоровьем все в порядке. Гастрошизис – патология достаточно редкая. Она встречается у одного из десяти тысяч новорожденных. Самое главное – это правильно оказать им помощь. Мы через имеющийся дефект, не создавая нового дефекта, постепенно погружаем органы в брюшную полость. Мы можем в один этап сразу сделать пластику пубочного кольца. То есть мы этот дефект ушиваем таким образом, что он прячется в сам пупок. Московский областной центр охраны материнства и детства – единственное учреждение в столичном регионе, где спасают новорожденных с гастрошизисом. 98% детей, рожденных с этой патологией, выживают. Перенесенное заболевание не влечет за собой никаких последствий. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сотый день рождения отметила жительница поселка Красково Мария Федоровна Родина. Всю свою жизнь женщина трудилась. Сначала на железной дороге, потом на заводе строительных материалов. На долю Марии Федоровны выпало немало испытаний, но она справилась и теперь передает жизненный опыт своим внукам и правнукам. Мария Родина до сих пор бережно хранит свой первый официальный документ – свидетельство о рождении, выданное ей на Украине. В нем каллиграфическим почерком выведена дата рождения – 30 января 1921 год. В 30-е годы вместе с родителями переехала сначала в Москву, а потом в Люберцы. Незадолго до войны Мария Федоровна вышла замуж, родила двойняшек. Во время одного из авиаударов малыши погибли. Не вернулся с фронта и муж. Несмотря на трудности, женщина не опустила руки. Говорит, силы черпала в работе. Во время войны трудилась на железной дороге. Летом балласт, это песок грузим. А зима проходит, нас отдают во вторые люберцы, рабочую силу. Это, значит, со вторых и до 30-го километра мы обслуживали путя. Мария Федоровна не помнит и дня, чтобы бездельничала. С 1948 по 1991 год работала на Коренёвском заводе строительных материалов, обжигала кирпичи. Трудилась без отпусков, ведь приходилось одной воспитывать троих детей. Лишь когда сыновья и дочь подросли, появилась возможность ездить по путёвкам в санаторий. Свой секрет долголетия Мария Родина не скрывает. Говорит, всё дело в генетике. Её мама прожила больше 90 лет. Плюс не сидеть на месте и не унывать. После работы ещё потанцуем и всё такое. Чё-то я жила всё время в движении. Всё время я в движении, в движении, в движении, в движении. Поздравить одну из старейших жительниц городского округа пришёл глава-люберец Владимир Ружицкий. Мария Фёдоровна, я извиняюсь, что мы вам тонли. Как чувствуете себя? Да вроде нормально. Это нас губернатор поздравляет. Ну скажи, губернатор, да? Это Воробьёв. А это вот такая корзина. Ой, классно. Руководка. У Марии Фёдоровны четыре внука, четыре правнука и одна праправнучка. Все они гордятся своей бабушкой и всегда следует её наказу. Не унывать. Тем более, что им есть на кого равняться. Григорий Ворованин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. После продолжительного перерыва в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина возобновили экскурсии для школьников. Первыми в одном из главных книгохранилищ городского округа побывали ученики Люберецкого лицея номер четыре. Мой коллега Григорий Ворованин также не упустил возможности и погрузился в таинственный мир книг. Для большинства учеников второго класса Люберецкого лицея номер четыре – это первое знакомство с Центральной библиотекой имени Сергея Есенина. При этом все как один признались – книги читать любят. У меня дома две полки книг есть, и я много читаю. Мне очень нравится Андрей Усачёв. Я люблю его стихи, и он написал Маруси и Рогопед, то, что мне очень понравилось. В этой библиотеке Женя Касимов был раз 20. Брал разные книги. Больше всего понравились про автомобили и технику. Моя самая любимая здесь книга – «Первое путешествие в мире машин». Там написано, как сделаны машины и роботы. В этой библиотеке хранится около 200 тысяч книг. Здесь уверены, даже если все жители городского округа Люберцы одновременно захотят почитать, книг хватит всем. Во время экскурсии ребятам рассказали не только об этом факте. Прежде всего научили, как не заблудиться в мире книг и найти нужную на полке. Книги о путешественниках, о том, как открывалась наша планета, мы можем найти за разделителем 26.8. Современная библиотека – это не только книги и журналы. Есть здесь и виртуальный читальный зал, и зал с музыкальными инструментами и книгами о музыке. А обычный читальный зал на время может стать кинотеатром. Мы сейчас специально ставим перед собой задачу ребятам отходить от мультиков, а больше показывать фильмы познавательного характера для их уровня, для их возраста. Это была первая экскурсия после продолжительной паузы. Библиотеки надеются, что теперь ученики люберецких школ будут чаще погружаться в мир книг. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Досуг для детей и взрослых. Уже два месяца в Малаховке работает новая спортивная площадка. Удобное и комфортное место для всесезонных тренировок проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Две зоны для воркаута, четыре тренажера, современное удобное покрытие и освещение. На 180 квадратных метрах поддержать свою физическую форму с комфортом здесь могут и взрослые, и подростки. Довольны, дети очень довольны, потому что для них здесь раздолье. Место нас очень устраивало, потому что со всех сторон закрыты. Для детей безопасно, поэтому мы боролись. И спасибо, что Владимир Петрович просто пошел нам навстречу. Площадку установили в рамках инициативного бюджетирования. На сайте Добродел за появление современного места для занятий спортом проголосовали 89 малаховцев. Поддержал проект депутат Носу Булдумы Владимир Жук. Здесь полностью средства выделены из бюджета депутата. Эта площадка появилась здесь не так давно. Не было здесь ничего. Был пустырь. И собственное место, как вы видите, тоже немного. Поэтому площадка небольшая, но тем не менее она очень востребована жителями. Общая стоимость спортивной площадки 1 миллион 430 тысяч рублей. В этом году в 300 метрах отсюда появится детская игровая зона. Новая площадка обеспечит досуг самым маленьким жителям Малаховки. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Грация, ловкость и красота. Во дворце спорта «Триумф» состоялся чемпионат и кубок Московской области по художественной гимнастике. Затем, как юные спортсменки состязались в изящном бросане и ловле мячей, булав, ленты и обручи, наблюдал Александр Колганов. Ярослава Крылова занимается художественной гимнастикой с четырех лет. Из всех снарядов одного из самых зрелищных видов спорта больше всего ей нравится лента. Ярослава говорит, что номера с этим предметом самые красивые и одновременно самые сложные в исполнении. Во-первых, она длинная, там 5-6 метров, она может завязываться, у нее может сама леночка от палочки отстегнуться. И на самом деле очень тяжело работать. И там будут за каждый неровный рисунок, за каждые коса, они даются сбавки, и это очень тяжело ей работать. В свои 14 Ярослава участница многих всероссийских соревнований. Недавно она выполнила норматив на КМС. В планах стать мастером спорта. Юная спортсменка уверена, художественная гимнастика развивает много полезных качеств. Все гимнасты неответственные, они помогают друг другу. Они всегда почти старательные, они преодолевают страх. То есть волнуются на каждом соревновании. Выступают хорошо, они могут радоваться друг за друга. И в принципе, они рады, если их соперница даже будет. В течение трех дней в Люберецком триумфе выступили более 400 юных гимнасток. Спортсменки состязались в групповых упражнениях и представляли индивидуальные программы. Правила такие, что чем больше ты набросаешь, чем ты правильнее наловишь, тем ты больше получишь оценку. Дети очень стараются, но в связи с тем, что некоторые и до сих пор не вышли еще из пандемии, школы закрыты. И дети, тренеры находятся в спортивной школе, едут друг к другу в гости для того, чтобы тренировать детей. Эти соревнования – отборочный этап на чемпионат Центрального Федерального округа. Он пройдет с 6 по 8 февраля в Рязани. Люберецкий округ поедут представлять Дарья Мелещенко и Елизавета Шайдурова. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберцы стали площадкой для проведения мини-турнира по силовому экстриму. 25 января 2021 года этот вид спорта в России признан официальным. В первом в истории нашей страны соревнований приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Ростовской и Тульской областей, а также из Южной Кореи. С самыми сильными людьми пообщался Григорий Ворванин. Дисциплина логлифт в силовом экстриме считается одной из самых популярных. Поднял бревно, зафиксировал его и вот результат. Чем тяжелее снаряд, тем ближе победа. Вес логлифта без дисков минимум 35 килограммов. Для профессионалов это немного, поэтому каждый устанавливает для себя предельную нагрузку, порой не рассчитав свои возможности. В отличие от других участников, для силового экстримала из Люберец Сергея Чуприны это первое участие в подобных соревнованиях. Остановился на весе 97,5 килограммов. Говорит, за результатом не гнался, просто проверил, на что способно тело. Очень интересно, весело. Главное, чтобы и без травм, это самое важное. Главное вовремя остановиться. Во всем мире силовой экстрим уже давно считается официальным видом спорта. С 25 января 2021 года и в России. Этого события наши спортсмены ждали почти 20 лет. Я, как люберчанин, отдельно хотел бы отметить, что наш турнир проходит впервые как вид спорта на территории не только городского округа Люберца. Это первый турнир, который, можно сказать, открывает турниры видов спорта силовой экстрим. Будем замахиваться на все самые крупные игры, которые есть в регионе и будем оправдывать, скажем, так наш лозунг, что Люберец является территорией спорта. В администрации не исключают, что соревнования по силовому экстриму в Люберцах будут проводиться на регулярной основе. Для Любереца здесь ничего нового нет, просто нужно придать некую динамику и будем стремиться, чтобы в этом плане по силовому экстриму Люберцы стали столицей этого вида спорта. Мы будем к этому стремиться. Победителям и призерам вручили медали и дипломы. Также на турнире был установлен на рекорд Москвы и Московской области. Иван Макаров поднял бревно весом 180 килограммов. В Люберцах прошла открытая тренировка по смешанным единоборствам. Провел ее чемпион AMC Fight Nights Морис Балиян. Затем, как профессиональный боец делился секретами мастерства с юными спортсменами, наблюдали и мы. Так что у вас есть все условия, у вас есть отличный тренер, у вас есть хороший зал, так что все в ваших руках. Морису Балияну есть что рассказать и показать юным спортсменам. Он победитель первенства мира по панкратиону, серебряный призер мира по грэплингу и обладатель рекорда 5 побед, 0 поражений в смешанных единоборствах. Профессиональный боец уверен, занятия спортом с раннего детства развивают и закаляют характер. На самом деле спортом я призываю заниматься всех детей, потому что с самого раннего детства это дает дисциплину, во-первых. Во-вторых, это будет в человеке спортивное соперничество, которое пригодится не только в спорте, но и в жизни, во всех аспектах. И, конечно же, это здоровье. В открытой тренировке, которая состояла из разминки, спаррингов и мастер-класса по приемам и техникам, приняли участие 20 детей. Среди них Артем Сковородин. Единоборствами он занимается всего год, но уже успел получить первый юношеский разряд по панкратиону. В планах у юного бойца стать чемпионом. Нравится тренер, тренировки. Все нравится. Как тренер тренирует. Самый интерес к этому спорту. Смешанные единоборства – это комбинация элементов из борьбы и бокса. Также здесь используется ударная техника. Специальная программа тренировок позволяет приобщить детей к этому виду спорта уже в трехлетнем возрасте. Основатель и главный тренер бойцовского клуба «Сивак Авагян» уверен – к каждому ребенку нужен особый подход. Это довольно-таки нелегко. Каждому ребенку надо что-то отдельно объяснять. Если какой-то болевой делается, как делается, для чего это делается. Каждый ребенок это понимает по-своему. И надо как-нибудь попытаться попробовать ему это объяснить. В бойцовском клубе «Граунд энд Паунд» занимаются более 95 детей. Помимо смешанных единоборств, здесь есть секция ММА, проходят тренировки по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова